Русские православные церкви Русские православные церкви Русские православные церкви зрения для сравнения значит в это очень честно поэтому тем кто интересуется историей серьезно это учебник не для школьников правда для школьников конечно тяжеловато это даже может быть нет книга написана довольно широкого источники читателей значит но для тех кто историей интересуется серьезно и кто понимает что такое академическая историческая наука вот значит поэтому наша тема посвящена не не истории как таковой истории россия истории русской православной церкви но хронологию мы поддерживаем вот основываясь на таких источников не только конечно евгений спицына кому кто не может купить допустим этот учебник он еще по моему есть продажи там посмотреть на сайте концептуала у него у евгения юрьевича выходит широко образовательная такая цикл образовательный цикл лекций сейчас вот он читает там там 30 или 30 какую-то лекцию уже там за 18 веку подходит это все очень интересно пожалуйста в ю тубе смотрите лекции евгения спицына это очень интересно там проще там не представлен широкий там там просто идет популярно популярно до хронологически очень интересно он рассказывает но есть другие историки конечно и мы из них тоже берем а батюшка тут своими пользуется источниками он уже мне очень нравится я лично скажу чем я пользуюсь и мне очень нравится свод грет греческих летописей но не было летописей но от самых древних времен от иоанна златоустого хронисты и до нынешних дней кстати есть много уже переведенных текстов я не могу конечно сказать что с легкостью можно с греческого языка переводить но даже современные электронные средства интернет переводчики позволяют это делать и некоторые такие удивительные факты которые мы как бы упустили в чем-то можно из этого почерпнуть причем это также сохранилось и в многих других европейских источниках откуда можно взять какие-то даты определенные какие-то события какие-то всевозможнейшие интереснейшие факты ну ладно мы в прошлый раз остановились на сергии радоневском и дмитрии донском немножко коснулись мы не не говорим об исторических подробностях еще раз обращаю внимание мы касаемся только вот духовных лиц их истории их жизни и но связываем это с хронологией нашей истории значит сегодня мы должны казнуться такой очень тоже значимые очень личности как митрополит киприан каким он только митрополитом не был и великими киевскими литовскими всерусским и просто московским что там только не было в силу истории множество разных титулов но я думаю все таки надо несколько слов начать более упомянув из его детства потому что из юности потому что эти факты тоже очень о многом говорят поэтому мы немножко сейчас чуть-чуть чуть-чуть назад заглянем в историю вспомянув детство будущего митрополита киприана родился он в 1330 году в тырново в болгарии тогда была тырновская болгария я думаю все помните знаменитых разных императоров таких как василий болгаробольца который болгарам глаза приказала ослепить многих болгар в общем и в то время болгария была очень крепким и сильным государством до захвата этой территории турецкой потом уже османской сначала империи привержи ее в полное разрушение это тырновская болгария была мощным таким центром православия где был даже свой самостоятельный патриарх кстати мы помним с вами до он есть да 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 но сейчас болгария это конечно новосибирская область а в то время это было огромное крепкое государство воевавшие даже с византийскими императорами периодически не один раз поэтому это тырновская болгария она немножко всегда позиционировала себя как некий духовный тоже центр религиозный и нередко всякие всевозможнейшие даже проходимцы умудрялись у тырновского патриарха находить поддержку в своих часто свои корыстных действиях молодости очень был увлечен духовной литературой и образование получил очень высокое образование многие из его рус родственников были высокого положения людям даже предполагают определенным образом что возможно он было самому патриарху родственникам возможно даже каким-то таким очень близким человеком его возвышение и его легкость при действиях с этими высокими духовными лицами свидетельствует о том что знаем был бысть архиерееве как написано про иоанна богослова пустили почему пустили во двор потому что знаем бысть архиерееве здесь тоже видимо знаем бысть архиерееве получил прекрасное образование отправился в константинополь но увидев большую суету этого места юношеские порывы он отправился на афон на афон где очень твердо и серьезно подвязался есть многие упоминающие о его подвигах один из его путешественников друзей даже был потом канонизирован в лике святых как например святой ефимий болгарский 1363 году там же на афоне он ближайшим образом соприкоснулся с будущим патриархом исихастом филофеем к кимной или каким нам ну в общем нас по русскому произношению по разному можно этот патриарх знаменит тем что был два раза патриархом 54 53 году и потом 64 76 дело в том что именно различные не строения споры исихасские послужили его свержению потом восстановление осуждение и прочее 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 и такое византийским революционным потрясением в это время императором был иоанн конту кузин который был очень такими ярым сторонниками сихазма и поэтому власть поддерживала и патриарха филофея естественно его знакомых и таких ближайших его друзей которым стал еще от юности митрополит киприан но в это сложное время император попадал не только под внутренние неурядицы в византии всевозможнейшие ереси и всевозможную бильберду кстати многие говорят что ереси ереси погубили византию вы знаете не надо было уделять столько лишь внимания сильно на этим вещам надо было заниматься более другими более важными вопросами чем вечными поповскими драками по выяснению там нетварности божественного сияния в которой привело к тому что империя настолько ослабла что ее можно было и склонять к уни и грабить и делать всевозможнейшие неприятнейшие вещи разоряя огромную прекрасную империю попадает очень сложная ситуацию император император ян и естественно вместе с ним попадает и патриарх филофей чем проблема заключается не только укрепилась владимира суздальская русь не только укрепилась москва но укрепляется и литва причем литва укрепляется по-своему в противовес славяне почему-то всегда умудрялись противовес друг другу укрепляться и будучи все это единой митрополией на самом деле разделялась границами государств и белоруссия и кусок украины здоровенный вместе с киевом все это входило в пределы литвы и ольгер набрал такую силу что требовал у патриарха константинопольского чтобы митрополит алексей находился по своему титулу в киеве то есть чтобы он был не московским митрополитом и киевским это противостояние доводило до того что ольгер угрожал патриарху филофею переходом в латинство в случае невыполнения его воли но с другой стороны иоанн старался соблюдать единство русских земель потому что ему было выгодно одна большая государство чем куча меленькие мелких враждующих между собой княжеств и поэтому сразу просто так не ставили митрополитов оставили их с какими-то двойными титулами писали там после смерти митрополит алексей или еще что-нибудь в общем приводили такие разные хитрости которые позволяли не как-то умереть между собой москву и ольгер да москву литву тверь то же самое время но город практически всегда поддерживал москву в этих всех делах поддерживал москву значит вот тут и потребовался кипря как он потребовался носил интересное звание при филофии апокресарий апокресарий это посло посланник то есть человек представлявший вот как сейчас убили нашего посла в турции представлявший при каком-нибудь например царе или при патриархе или при каком-нибудь князе представлявший по сути дела византийскую империю или вот константинопольскую патриархию будем говорить и вот киприан именно с этой целью еще никакой он не назначен никаким митрополитом ничего он просто как посланник византийской империи как посланник патриарха филофея отправляется мирить мирить между собой тверь москву и литву вот это была его главная задача так он и получил такое прямо есть это в греческой хронисты греческие говорят что киприан бяху очень грамотен и знатен и посылается патриархом филофеем императором иоанном как посланник для налаживания мира между набравшим силу ольгердом и тверским князем михаилом и москвой который по сути дела в то время управлял митрополит алексей это было его он чуть не был главой государства практически и то что и возмущала очень сильно ольгерда он или в киеве пусть сидит и получалось что митрополите объединилась и духовная и светская власть пока дмитрий еще был маленький юношей девятилетнего возраста и вот ольгерд всячески либо угрожает отделением кладинства либо требует своего киевского митрополита который был литовским митрополитом литовских земель патриарх филофей понял что если он туда даст митрополита еще больше просто вражда будет будет еще и духовная вражда ну что будет попы начнут друг другу еще друг другу кляузы писать не только князья но еще и митрополиты между собой друг на дружку начнут писать кляузы кстати это в дальнейшем очень красиво подтвердится значит киприану удалось это добиться он так красиво нашел общий язык с михаилом тверским что тот согласился попросил митрополита алексея прощения алексей его снял с него наложенное отлучение и михаил убежал в литву чтобы не подвергнуться там жестоким каким-то князь ордынским наказанием в конце концов они его потом уболтали и он бедный все равно погиб вот они ему там не знаю покровительство божественное обещали но все равно прихание ему это попросил упрощения за то что литовцев притащил да кстати потом киприана самого когда будут его обвинять там многочисленных судах и соборах его будут обвинять в литовстве то что он больше не знаю любил ольгерда чем русские московские земли хотя киприану послужил тоже очень серьезному такому возвышению москвы потому что он старался уже будучи потом когда он уже прошел крыма рима медные трубы он тоже старался во многом ради москвы кстати его по сути единственный такой митрополит тех времен который не принял спокойно и благодушно как прежние митрополиты власть орды я думаю здесь наверное скорее всего болгарская такая горячность и ревность ему все казалось что он победит орду но все-таки оказывается удивительная вещь помимо сергия радонежского дмитрий донской и спрашивал благословение митрополита киприана на битву куликовскую на куликовскую битву да и киприан так ловко вовремя перед прямо битвой вернулся нас где собирались войска благословил самого князя и вот этот вот монастырь никола угрожский люберцах монастырь которым приснилось князю николай чудотворец икона и благословившие его на эту битву прям бог как и сам господь послал своего угодника святителя николая и потом дмитрий донской вернувшись на этом месте основал большущий огромный монастырь который многие столетия и сейчас он этот монастырь существует там была ель такая огромная и даже знаете в музее в запасниках сохранилась эта чудотворная икона из этого монастыря изъятая большевиками в годы революции это была огромная ель и по-моему там шатер был под елю ну когда выйдя из москвы князья уже собирались на куликовскую битву он там спал и ему приснился николай чудотворец который благословил его и сказал что он победит и вот он там никола угрышский вы знаете как сказал дмитрий донской сия вся угреша сердце мое и на и так назвали никола угрышский то есть согревшие сердце никола который согрел сердце дмитрию донскому очень интересно можно я буквально пару слов вставлю то что вы сказали это очень интересно потому что историки тут сбились спорить благословляли сергий там не благословлял там и один и второй благословлял это есть у греков вот еще и киприан благословлял но дело в том что многие извини секундочку знаете почему это киприан потом ездил на многочисленные суды к патриарху в константинополе все его показания вот этих событий о серге радонежском о еще был там игумен феодор которым он писал разные письма там все это подтверждение есть в этих греческих хрониках есть вот это все история там о благословениях на эту битву и прочее прочее совершенно правильно отметили что киприан был с такой миссии как бы замирение литвы и москвы это вполне сочетается вот с теми событиями которые действительно происходили ведь и в понимании некоторых вот смотрим там литва московская русская как бы воевали между собой на самом деле это была как бы одна земля где дрались между собой князья за верховенство за верховную власть но больше и вот что было и даже такой факт что два сына ольгерда участвовали в куликовской битве а много говорит конечно да видимо киприан благословенный андрей и дмитрий ольгертович участвовали куликовской битве лучше и говорит что киприан не подчинился орде то есть он старался князей всячески против орды возбуждать при любом удобном случае возбуждать против орды значит как раз вот эти события и бегство михаила в литву очень утвердило положение киприана он уже прямо здесь у нас в русских землях как хозяин был он путешествовал с митрополитом алексеем с уздаль где по моему сразу же были очень добрые отношения с митрополитом алексеем они он поставил на него на митрополит алексей поставил дионисия с уздальского как раз в это время путешествия и они даже заезжали к сергию радонежскому где митрополит киприан познакомился с преподобным сергием то есть настолько были добрые и тесные отношения также после этого вернувшись в литву приложил немало усилий беседах с ольгердом о необходимости дать отпор монголо татарам это 1375 до 1375 год и ольгерд долго сопротивлялся и кстати после этого киприан вернулся в константинополь где сохранились его отчеты о путешествии отчеты о том что он каких трудов ему стоило убедить примириться алексея и ольгерда они практически помирились и этот михаил туда убежал и все так затихло хотя буквально на год потому что потом появилась тут опять же вступает в действие генуэзская так называемая партия нет михаил подписал с дмитрием окончательное перемирие все и я вам расскажу что было дальше они подписали с дмитрием но появились в твере два добродетеля одного звали не команд сурожский а другого и иван вильяминов которые подняли в твери смуту против москвы самым натуральным образом и даже помимо самого князя михаила не спрашивая его ни о чем вообще поехали в орду и схлопотали ему ярлык на великое владимирское княжение привезя здоровенную взятку из венеции которая имела грандиозные планы на торговлю вплоть даже до варягов то есть со швецией и северными государствами и им не нужна была совершенно крепкая единая могучая русь которая из них могла бы собирать налоги наоборот вечная вражда орда литва москва они всеми силами поддерживали ту сторону которая была приводить к расколу и здесь вот эти два товарища огромной взяткой приезжают к хану по-моему мамай как да к мамаю темник тогда это самое и там устраивают узурпатор да темник мамай и он по сути дела за эту взятку им обещает там беспощную торговлю там русские какие-то преференции в русских землях и все и пожалуйста они едут уже с ярлыком опять михаил михаил себе жил спокойно михаил в литве и не надо было ничего тихо спокойно тут уже везут ярлык это все специально делалось для того чтобы опять только примирились немножко только затихли опять возбудить вражду но узнав об этом киприан тут же возвращается быстро из константинополя к ольгерду и общие вот это вот все-таки общими усилиями несмотря на потом вот это как раз 1375 год поход князя дмитрия и там еще 20 князей на тверь собра которая пришлось и даже новгород поддержал их вот в этом походе именно вот из-за этого возникновения появление вот этого ярлыка который опять выстраивал полнейшую сумятицу между всеми и привоцировал к дальнейшим войнам бесконечным все уже думали кто на кого что нападет первый литва ли будет захватывать там власть михаил опять же тут будет или или московские князья пойдут сюда в эту сторону но опять же мне тоже опять понравилось это вот еще скрепленные мы с вами еще при алексея при петре вот это единство калиты новгород поддержал москву семейство калитович и поддержат москву значит в 1000 до в декабре 1375 года как раз после всей этой заварухи значит патриарх филофей рукоположил киприана да уже конкретно вернуться в русь митрополитом то есть русским и причем было написано очень хитро титулы были даны ему не такие как у митрополита алексея например там все русские например и литовский но было понятно что хоть еще алексей живой но уже его готовясь к его кончине туда посылается новый человек и его титулы как бы дублировали титулы митрополита алексея будущего преемник будущий его наследник но утвердить его не успели потому что произошла смута и филофея поперли и пришел андроник шестой филофея не звергли и избрали михаила патриарха михаила которого потом тоже благополучно судили опять же предали прокляли анафемам там и прочее в общем полным набором церковной благодати я всегда задаю вопросом кто же кого проклял бог на чей же стороне этих проклятий был бог в конце концов выясняется что бога там не было были только жадные вредные и злобные часто до денег жадные люди значит уже по сути дела он митрополит киевский но не утвержденный синодом его не успели утвердить и он еще добавок был ограблен там под шумок когда началось восстание в константинополе грабили кого могли и грабанули и киприана за компанию тоже он жалуется пишет у хронистов есть описание того что он пишет что у него украли там под шумок связи с эти как сказать правильнее я бы сказал это была самая настоящая оранжевая революция то что то нечто наподобие что было в киеве опять же огромные взятки и вот именно генуэзская партия она если вы захотите потом как-нибудь мы упомянем византийскую империю так серьезно на протяжении практически сотни лет идет борьба между венецией и константинополем за торговлю морем и друг другу бесконечные делают они гадости ибо венеция это латиняне а константинополь православные но взятки доносы восстания подкуп все методы которые использовала византии и венеция против византии вызывая постоянные перевороты нападение рыцарей даже потом уже чуть попозже и в конце концов даже перевороты и смены императоров вот пожалуйста мы видим она конту кузена сменяет андроник 6 вот вся бесконечная возня она благополучно влияла конечно и на российскую историю почему потому что заварухи все эти и бесконечные раздоры в самой византии приводили к тому что митрополиты десятилетиями не приезжали на руси либо приезжали к нибудь дионисии которые казались митрополитами пивены которые случайно вообще под боком рук положили митяя которого задушили и утопили и похоронили на генуэзской земле который у них был кусок земли там византии в константинополе похоронили как вот своего человека в общем целое особо интересные духовные события вопрос разрешите значит вот это вот поставление все-таки киприана на киевский и литовский престол он имел место быть да он был поставлен не именно митрополитом московским а как бы митрополитом литовскими киевскими литовскими да с намеком на то что после смерти митрополита Алексея он станет и московским уже появился новый титул фактически получилось так что вот это поставление киприана на киевско-литовский престол в общем-то исторически разделила киевскую абсолютно верно вы прямо не в бровь и в глаз и самым главным разделителем оказался митяй оказался митяй не митрополит киприан а именно митяй знаете почему дело в том что еще в 66 году дмитрий когда женился его этот самый митяй венчал с женой и он был духовником у него и был у многих бояр духовником поэтому он знал все кроме того даже печатником княжеским он хранил княжеской печать и светскую определенную сторону власти имел митяй был очень рослый он был очень красивый это мазал талантливый человек да и производил очень доброе хорошее впечатление я думаю это был бы очень хороший митрополит для руси тем более что он был явным сторонником и поддерживал бы великого князя но все бояре князья люто его ненавидели митяй был нагловат и заносчив характером и поэтому еще не будучи митрополитом он стал себя строить митрополита чем вызвал против себя огромную зависть и озлобление многих многих недовольных людей тем более что в этот момент произошла интересная вещь киприан в тихушку анонимно инкогнито написал на митрополита алексея ябеду так прямо и хронисты указывают ябеда некая была написана которая чуть ли не вызов не пришлось алексею ехать в константинополь но патриарх филофей благословил разобрать это судебное дело в москве и все жалобы все было полностью отвергнуто ничего не подтвердилось дружба у них а вот он никто не знал кто написал ябеду ее это только сейчас аноним да это хронисты утверждают что киприан написал почему стиль написания то есть написано вот как киприан написал много книг он написал всякие всевозможнейшие послания даже перед своей смертью за четыре дня написал грамоту которую велел прочитать над своим гробом эти документы сохранились и вот это ябеда написанная на митрополита алексея она написана точно его вот рукой практически его стилем да и это говорит о том что началась борьба за московский почему почему это было зачем ему нужно это было все ему не нужно было тихая спокойная передача власти киприану потому что он понимал что никакой в жизнь его дмитрий донской не примет в противовес всем вот этим боярам князьям попам и епископам князь любит и этого самого митяя и приказывает собирать епископов и принуждает их они помимо своей воли подписали бумагу что все они единогласно и единодушно и избирают митяя митрополита нет 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 избирают митяя митрополита великой руси оба значит появилась малая русь раз появилась великая то есть отсюда обратите да обратите внимание до этого никого не такая дekom не было избирают митяя по благословению дмитрия донского по распоряжения дмитрий донского избирает его а митрополитом великой руси не московским fake и метрополитом великой руси получаем сутиевские митрополита стали сразу метрополиты малой усилит в это гр Assa 185 митрополитом марixel а здесь появился московский митрополит 2 придем от движимой жадностью вредностью и злобой Дионисий Суздальский, прямо яро выступая против Дмитрия Донского, требует, чтобы Митяй ехал на утверждение Константинопольскому патриарху. Но Митяй вынужден был ехать, потому что иначе бы его постановление было бы как бы некая схизма, раскол. И в путешествии в 1975 году благополучно Митяя придушили или отравили, или утопили. У всех по-разному написано. Скорее, наверное, одно и другое. Придушили, а потом утопили. И так было сочетание, поэтому никак не могли разобраться, что же больше душили или больше топили. И похоронили на Генуэзской земле. Но в это время Дмитрий Донской придержал Дионисия Суздальского, который хотел очень стать митрополитом. И, по сути дела, митрополит Алексей как бы видел в нем своего преемника. Придержал его. И Дионисий сидел в тюрьме. Был прямо под стражей у Дмитрия Донского. И в это время Дионисий поступает так. Он всеми богами, святыми, пресвятыми богородицами клянется и божится, что ни в какой Константинополь он не поедет. И он даже смущение ввел преподобного Сергия Радонежского, ибо убирает его себе поручителем перед князем. И Сергий Радонежский дает свое поручение, и Дмитрий отпускает этого Дионисия. И сразу, только освободившись из тюрьмы, он бегством предает преподобного Сергия в Константинополь, направляя стопы свои, чтобы очередную кляузу и жалобу написать на этого же Митяя, который поехал туда вперед него, причинив этим раздор между Дмитрием Донским и Сергием Радонежским. Вот эти всего оставшиеся там годы, так до конца примирения не состоялось. Сергею Радонежскому вот это вранье Дионисия, который сам потом не стал никем, ничего не получил, и не был он митрополитом, и там же его и похоронили тоже, там он и умер, там же его на этой же генуэзской земле, его там и закопали. Да, потом уже его привезли, похоронили его в Москве, погибли в соискании митрополитического клуба. И получилась вообще не очень предвиденная история. Один из архимандритов, который просто путешествовал вместе с Митяем, ну как бы путешествием, ну как сказать, ну свита, отправлен на Великокняжеское свита, он был избран патриархом, рукоположен митрополит киевский, и отправлен, ну как уже вот как киевский митрополит в северные пределы, в Москву. Пимин оказался тоже не робкого десятка, и вступил, вот прямо начинается, мы с вами помним, что Дмитрий Донской в 89-м году умер, Сергий Радонежский это 92-й, 91-й может быть год, но все склоняются в основном 92-й год. Почему точно нельзя сказать дату? К сожалению, греческие хронисты даже разные даты приводят тоже. Начались спекуляции с Сергием Радонежским, то есть начались спекуляции вообще древними русскими святыми в политических интересах различных княжеств. Например, Киприан прославлял виленских святых, мощи которых даже в Константинополь умудрился привести, как бы увеличивая князевство Литовское. А когда он, когда уже ему удалось, когда он нашел с Дмитрием Донским уже потом, после смерти Сергия Радонежского, после всего, когда он уже нашел такое взаимопонимание небольшое, он уже в Москве прославляет Александра Невского, и там его почитание особо его устраивает, и особо митрополита Петра, по чтению митрополита Петра, коего даже он переписал некоторые там, он вписал в слова митрополита Петра свои вставки, где вдруг митрополит не просто говорит там о величии Москвы, а прямо требует, вот вы понимаете, вот хитро все, немножко приврать и все достаточно. Петр предзрел, что будет московское великое государство, но Киприан вписал в его завещание, в жития туда вписал, добавив свои слова о том, что прямо если кто не подчинится, то анафема да будет. Мне еще удивляет этот период, с какой легкостью они все друг дружку проклинают, лишают, запрещают, проклинают там. В общем, если положить руку на сердце и сказать, что это вот они с Богом, то это очень склочное существо. Мне кажется, что там никакого Бога помине, конечно, это просто склочные такие вот людские дрязги. Бог там, где в темницах и в больницах. А вот эти склочники и ябедники, которые писали друг на друг, ябеды, там с ними другие духи пребывали. Значит, Киприан начинает борьбу за престол. Значит, он поступил хитро. Он пишет письмо Сергею Радонежскому и игумену еще один был игумен, Федор. Обращаясь к ним в том, что он теперь уже как бы законный митрополит. И вот надо как-то разобраться со всем этим кодлом. Ну ладно, митрополита этого метяя задушили. Но теперь появляется Дионисий, который туда убежал, и тоже заявляет, что он... Хотя нигде у хронистов нету, что его кто-то рукополагал. Но он, вернувшись, стал заявлять Дионисий, что его там типа рукоположили митрополиты московские. Петр, рукоположенный вместо митяя, и Киприан, которого рукоположили быть преемником... Компетр Пимен. Пимен, Пимен, да. Которого рукоположили быть при... Пимен самозванец, тоже быть митяем. А Киприан, которого рукоположили после смерти митрополита Алексея возглавить московскую кафедру. И начинаются бесконечные суды и жалобы. Бесконечная тягомотина. Это вот все вот эти вот... 78-й год, 79-й, до 81-го года практически. До 81-го года, когда он уже буквально перед самый там... Вот это 80... В самый конец 81-го года, 2-го декабря, по-моему, он уже приезжает, Киприан приезжает окончательно в Москву. И уже обосновывается принятый Дмитрием Донским. Дмитрий Донской был вынужден его принять, поскольку вот эта вражда с Ольгердом продолжалась, и война с Литвой была практически там неизбежной. И еще и много... Начиные вот эти вот годы, 78-й год... Но Ольгерд уже умер потом. Да, ну я не говорю самого Ольгерда, я имею в виду его движение после Микуликовской битвы. Я уточню. Я буквально... Еще два слова, и вы уточните. Значит, что произошло? Произошло в 78-м году, это его письма, три путешествия в Константинополь, где сначала осудили Пимена, потом ловили его в чухне и сослали его там в какой-то монастырь, где он там Богу душу отдал. Потом вот это с Дионисием Заваруха, который все возвращался в Константинополь, судился и требовал себе, как завещание от митрополита Алексея, что он должен быть преемником, и в конце концов тоже отдал Богу душу. И в это все время, как раз Киприанович очень хитро сделал, начиная с 78-го года, от того самого Ольгерда, который еще был живым, это было общее единение на Куликовскую битву. Киприан приложил огромные усилия вместе. Несомненно, самым главным толчком был Сергий Радонежский, это несомненно. Но Киприан приложил большие усилия к тому, чтобы разбить Орду, чтобы вот это состоялось единение князей и битвы в 380-м году. Маленькие уточнения, потому что чуть-чуть надо все-таки вернуться к исторической истине. Дело не в Ольгерде. Ольгерд уже умер в середине 70-х годов. В 78-м? Нет, нет. Раньше умер. Значит, тогда не Ольгерд. Вот. Я почему хочу в Клинице побыстрее уточнить. Смотрите, там тоже в Литве произошла такая заваруха, интересная, ведь власть взял не старшие сыновья Ольгерда, как раз вот Андрей и Дмитрий, которые стали потом помощниками Дмитрия Донского на Куликовском поле, а власть Ольгерд передал младшему сыну Егайло. И вот здесь на сцену... Наверное, получается, Егайло Ольгердович. Да, Егайло Ольгердович, конечно. И вот здесь на сцену выступает вот эта вот интересная историческая личность, которая буквально вслед за тем, что Киприану вот дали метрополию или киевскую Литовскую, через 5-м году. Еще и Егайло добавил свой вот этот вот удар для развала русских земель, вот как раз на такие вот две цивилизационные составляющие. Вот что он сделал. Он пришел такой, прям весь такой, типа мы будем тут с Дмитрием дружить, там туда-сюда, и его в этом поддержал его дядя Кейс тут. Кейс тут, по идее, мог еще стать великим князем литовским, но он отдал вот этому вот и поддержал младшего сына Ольгерда, племянника своего. А Кейс тут всю жизнь воевал с тевтонами. Он всю жизнь с ними боролся там, с этими орденами, и поддержал Егайло. А Егайло в 79-м году заключил с ними союз. И предал с Тевтоном Кейс тут, а дядя. Возмутились очень сильно вот эти вот Ольгертовичи Старшие. Возмутился очень сильно, конечно, дядя Кейс тут. Посмотрите, единая действительно Русь-то была вместе с Литвой. Они были в нормальном отношении с Москвой. Вот этот Кейс тут, Андрей, Дмитрий, вот эти вот чутки. Жмут и... Понимаете? Что там, что там, вновь? Чутки жмут. И они ему, этому Егайлу, ну как, ну ты что делаешь-то? Ты почему? И он, мало того, он еще на союз с Тахтамышем пошел. Уже, да, после Мамая. Да-да-да-да-да-да. Уже когда Мамая... На союз с Мамаем, извиняюсь. С Мамаем он пошел, Егайло. Вот о чем вы говорите. Только это не Ольгерт, а Егайло. Ну вот я, что я хотел сказать. Да-да-да. Он пошел на союз. И очень сильно возмутились все эти литовские кинези остальные. Они были даже некоторые православные. Вот, надо... Да. Ну и некоторые, а большинстве своими. Большинстве своими. Уже там от язычества практически уходили всеми ногами и ушами. Были православные вот эти вот. В общем, Андрей, Дмитрий и Кейс тут, они поднялись против этого Егайла и он слетел с трона. Слетел. И вдруг дядя Кейс тут его простил. Вы знаете, вот это вот такая вот историческая загогулина, которая, ну просто, знаете, ну надо было уже этого балбеса, извините, ввалить до конца. Ну и уже ставить нормальных сыновей Ольгерта, ну которые... Нет, он его простил. И пошел с ними, с ним на... В переговорах. И во время переговоров Егайла убивает свою дядю Кейс тута. Дядю, который его возвел на престол. Понимаете? Нет, Егайла вообще гнида. Егайла гнида была еще та. Потом этот же Егайла был... И потом этот Егайла стал проводником католицизма. Силма в Прибалтике. Прибалтике и в Литве. И потом уже пошел он на польский престол. Когда тут со своими братьями совсем у него каша не варилась. Ему уж деваться было некогда. Ему предложили польский престол. Вы представляете? В это время скончался в Польше последний король. У него у короля осталась маленькая эта... Ядвига, только дочка. И шестилетняя там или девятилетняя, я уж не помню. Его пригласили, этого Егайла. Иди женись на нашей Едвиге и будь нашим королем. И он стал польским королем Владиславом. Получив такой массированную силу Владислава Второй, Он уже начал свою политику. Он проправил очень долго, очень долго, будучи польским королемом Владислава Второй. Но он как раз запустил механизм окатоличивания польских, литовских земель. Западно-украинских, западно-белорусских. И при нем вот это все пришло. И как раз католицизм начал брать вверх. И все это привело потом... О чем угрожал Егайла Феофилу и Иоанну Контакузину. Да, да. О том, и кто выполнил Егайла. Да, да. Угрозы эти выполнились в Егайла. То есть это не Ольгерцкий, который как бы... Поняв, что они не завалят этих митрополитов и тот же самого Киприана, они к этому вернулись. Кстати, это было, мне кажется, Егайла это хорошо понял во время Куликовской битвы. Потому что он увидел эту силу, которую на самом деле... Вот ей достаточно было объединиться, и Орда полетела в Тартарарии. И хотя Дахтамыш буквально через там 1882 году, да, он все разжег там, пограбил и всех ограбил. Но уже в 1881 году вернувшийся Киприан уже возвращается как светильник Руси. И знаете, потом он же был все-таки в лике святых прославлен. Он хоть соборами не был прославлен, но у него есть, да, там поминает его церковь, да, в лике святых. И вот разграбление... Именно вот это вот событие Куликовской битвы, я думаю, Егайлу подвинуло, что он понял, что Москву он не приберет к рукам. И идея проявилась в другом, развить свое сначала литовское, польское, литовское великое... Еще до того, как стать польским королем, буквально в 1884 году у Егайла была такая хлипкая ситуация, что он даже пошел на союз с Дмитрием Донским и пытался жениться на дочери Дмитрия Донского. Вот в 1884 году сохранились эти грамоты, раскопали историки, значит, ну в 1885 году его переманили поляки. Поляки перетащили его. Но дело в том, что часть Руси находилась и в Венгрии, и в Чехии. То есть вот эти все разграничивавшиеся границами государств разрывали народ. Народ, славянство, тоже сейчас что происходит с Украиной, вот это все. Это точно, вот если вы посмотрите вот эти вот события, ничего не изменилось. То же самое происходит, только вместо Егайлов, да, какие-нибудь Порошенко. Потом Мазепы пошли всякие. Да, Мазепы, ничего не меняется. Попытка вечно оторвать вот этот кусок от России. От жадности всех предать, только за то, чтобы иметь власть. Да, поэтому эти очередные Егайлы и очередные Мазепы, они всегда на стрёме, что-нибудь грабануть и покупать потом себе дачи на Канарских островах и там благополучно жить. Значит, после того, как Тахтамыш разграбил Москву, наступило время созидания митрополита Киприана. Дело в том, что Москва опять подчинилась и еще сто лет платила золотой Ордет дань после этого. Маленько не так, ну ладно, пусть будет. Ну, сразу в 1984 году уже Тахтамыш собирает, едет... Тахтамышу потом дал по ушам Тимур. Да, ну конечно. Да, и после того, как Тахтамыша скинули, Москва долго не платила. И 13 лет она послала нафиг всю эту. Не, ну такие периоды были. Как Орда ослаблялась, это не раз было такое, конечно. Это было большинство уже времени того, что Московская Русь посылала татар далеко и подальше. Именно митрополит Киприан является инициатором перевоза из Владимира в Москву Владимирской иконы Божией Матери. И даже там есть его подпись на этой иконе. Он ее там реставрировал. И лик, наверное, скорее всего, где-то что-то обновлял, обновлял. Лики, может быть, остались какие были, а вот там всякие прорези, там все это он тоже делал. Потому что был еще иконописцем вдобавок. И вот здесь вот интересные вещи сейчас. Вот митрополит Киприан является, по сути дела, первым вот таким уже реально таким человеком, который осознанно, если с этой стороны Ягаева, то с этой стороны митрополит Киприан и осознанно продвигает идею Великороссии. Идея Великороссии в его трудах, идея Великороссии в его различных всяких всевозможнейших действиях, которые направлены против его возникших конкурентов, получивших. Митрополию в Литве уже был назначен митрополит, потому что патриарх понял, иначе вообще все будет потеряно. Но еще над Галицким княжеством Киприан сохранял свою юрисдикцию. Необходимо опять ставить. Северные вот эти пределы. И Галиция находилась под управлением митрополита Киприана. Чтобы не безинформировать, необходимо опять. 82-й год, да, 82-й год, это значит у нас... Что он делает? Сразу же, начиная там вот эти первые свои годы правления, он пишет многочисленные послания и духовные труды, а также занимается, как я уже говорил, прославлением русских святых. Александр Невский, потом, значит, еще митрополит Петр, которого он там возвеличил, и дописал его труды, множество из своих трудов. Ну и, естественно, его такое соработничество в этот период, еще его принял, конечно, Дмитрий Донской до 89-го года, еще буквально здесь вот 7-8 лет, их трудотворного совместного сотрудничества во благо московского княжества, во благо вот этой Великороссии, возникшей Великороссии. Сама идея принадлежит, несомненно, Сергию Радонежскому, и вот эти годы до самого смерти, 91-92 год, в 1392 году, они тоже, как ни странно, пребывают с Киприаном в единстве, в единении в таком и взаимопонимании, поскольку, видимо, Киприан проникся духом, ему было вот это близко афонское монашество, вот это осознание политики Северной Руси, интересов русского народа и интересов самого монашества и образа его жизни, как пишут хронисты греческие, был близок к Киприану. Хотели добавить что-то? Он был поборником объединения литовских и московских земель. Но, судя по его некоторым политическим действиям, возможно, я повторяю, возможно, но с вашей точки зрения, вы думаете, что он был поборником московского преимущества? А я вот считаю, что он был все-таки поборником литовского преимущества над Москвой. И последовавшие после смерти, и даже до смерти еще Сергея Радонежского события, ведь, смотрите, у Дмитрия Донского были два сына, которые выступили потом на политическую арену. Это Василий I, ставший потом великим князем Василием I, Василий, и Юрий Дмитриевич. Значит, вот Василий I, его взяли в свое время в качестве заложника в Орду, он оттуда сбежал и сбежал в Литву. И вот там, по содействию Киприана, его обручили Софьей, великого князя Витовта. Вот Витовта мы пропустили, потому что там, после того, как Егор стал польским королем, он еще там был, он держал своего там младшего брата, как бы в Литве великим княжем, но его скинул этого младшего брата там в крещении Александра, он там был, его скинул Витовт, Витовт Кейстутович, то есть сын того дядьки, которого Игайло убил. Вы представляете, какие там были отношения? То есть Витовт был отнюдь не сторонник Игайло, тут пошла другая политика. Но Витовт именно тоже стал стремиться к объединению русских земель, но под своим литовским началом, и Киприанта, похоже, после смерти, видимо, Дмитрия Донского, но ведь никто не ожидал, что Дмитрий Донской умрет в 39 лет. Вы правильно говорите, что возможно, да, в эти времена он, конечно, вставил на Дмитрия Донского, но когда он внезапно умирает, и вдруг вот этот Василий, ну, такой, знаете, ну никакой, в общем-то, приходит, берет вот этот ярлык на Великое Княжение, он берет там, все, ему даже Дмитрий Донской по наследству передает ярлык впервые, просто передает ему ярлык на Великое Княжение к своему сыну Василию. И у Киприана интерес это отходит на Витовта, вот в чем дело. И вот это вот вся, сначала Дмитрий Донской не признал обручение Софье Витовта на с Дмитрием, с Василием, с сыном, а когда он умирает по содействию Киприана, вся эта схвативная каша происходит, и Софья Витовта на становится Великой Княгиней. И вы знаете, вот судя по дальнейшему, она очень долго прожила, и в таких потом передрягах она участвовала, это была еще баба, баба Лом, вот кто правил Русю-то, Кремень, Софья Витовта, а Василий Первый был, извините меня, слабоват. И в этот момент Киприан ставит на Витовта, и Витовт имел все реальные возможности взять, и даже вплоть до ярлыка на Великое Княжение. Почему? Потому что Тахтамыш, разбитый Тамерланом, сбежал в Литву, он был в Киеве, и они с Витовтом заключили союз, Тахтамыш пообещал, давай разгромим сейчас этого Едигея, тоже Узурпатора, значит, Едигей, да, был там, в это время был не хан, который уже после смерти Сергия Радонежского в 1405 или 1408 году, да, 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 Едигей, Узурпатор тоже, и вот они вступили с ним в союз, да, Тахтамыш с Витовтом вступили против Едигея, давай сейчас разгромим Орду с этим Едигейей, ты мне возвращаешь Ордынский престол, Тахтамыш ему говорит, а я тебе даю все руки на Москву, на всю, пока тут у нас этот твой зять, слабенький, пока там дочка твоя сидит, и ты берешь всю Русь, это был очень, такой момент, когда просто Русь прошла по лезвию, вот, и состоявшаяся в 1399 году битва на реке Ворске, это все решило, Едигей в пух и прах разбил Витовта, и несмотря на то, что потом Витовт от своих устремлений не отказался, ну как там дочка сидит, там она практически этим Василием управляет, но он не смог уже, все, бояре московские не позволили Василию сдать Москву, да, назад уже не позволили, вот какая была такая интрига, вы совершенно правы, но я пойду исходя из своего личного поповского ул. Да, да, вот я читал диск, я вам открою маленький один секрет, все эти притязания и все эти интересы к Литве у Киприана были до тех пор, пока не появилась отдельная литовская митрополия, ему не подчинявшаяся, потому что ему, Киприану, было все равно, где сидеть митрополитом, в Литве, в Киеве или в Москве, все равно он был Господь Бог и мог управлять и делать все, что хочет, потому что он был литовский, а вот послушай внимательно, он был литовский, он был киевский, он был московский, то есть он и галецкий еще добавил, то есть он наоборот от этого выигрывал, если русские гнезья проигрывали, то он в Литве бы принимал более высокое положение, но, знаете, ни один митрополит, ни один поп никогда другому попу не уступит в усмерть, а если появилось два митрополита, они загрызли бы друг дружку, убили бы друг дружку, но еще кричали бы, что это во имя Божье все было. Так вот, как раз в это время добивается, уже Ягайло получается, добивается восстановления литовской кафедры митрополитчей, которая еще была в свое время при митрополите Петре, которая сильной рукой ее раз и прибрала власть себе назад, а сейчас уже не могли московские митрополиты, так это легко сделать, и появляется литовская митрополия, куда отправляется назначенный уже патриархом Макарием Новым, который при Андронике IV был, назначается туда новый митрополит. И у Киприана во мгновение ока пропадают у себя интересы к Литве. Вдруг он совершенно, он просто понимает, что теперь ему надо исходить из того, что у него осталось. У него остались вот эта северо-восточная Суздальская Русь, у него Гали-Галиция там, которая подчинялась ему, и больше у него, по сути дела, ничего. И поэтому он выступает ярким выразителем российских интересов. Везде, при борьбе с Ордой, в борьбе с латинством, сразу литовская там это все повергается проклятием анафемы, потому что они же очень близко с латиниевыми ходили, это у них там бесконечная вражда. И поэтому Киприан, будучи в свои определенные хитрые моменты и ябедником, и защитникам литовских интересов, ему пришлось, кстати, за это еще на суд ездить, в конце концов было оправдан. И последние свои годы, особенно вот как вот после того, как Едигей раздолбал... Вот, уже после того, видимо, опять Киприан отыграл в стрелок. Да, абсолютно верно. Вот правильно, с 99-го года по 1407 год. Да, 1300, ну еще, это уже после смерти Дмитрия Донского, естественно. Ну, конечно. Да, а вот 81-й год там все, вот иконы возит и Москву укрепляет, потом опять на сторону Литвы. А кто сильнее, это вы религия. Ну, просто можно с вами выяснить, что был период, когда... Когда он защищал интересы Ягайла. Не игровитов-то. Витов-то. Когда он защищал интересы. А потом, когда Витов-то разбили опять. Ну и вот, вот, 99-й и 2405-й и 1406 год Киприан выступает поборником и защитником интересов Великой Руси. Скончался он у нас 16 сентября 1406 года и похоронен в соборе в Успенском и имеет множество таких, как бы, добрых о нем воспоминаний. Вдобавок, еще, хоть он и не был коммунизирован ни на одном поместном соборе, но есть его память в святцах и почитание его вышло еще из тех времен, из древних. Сложная личность. Сложная личность. Ему приходилось крутиться вот в этих политических передрядах. Сделаем вывод. В общем, если вы думаете, что попы защищают божественные интересы, вы ошибаетесь. С точки зрения исторического подхода к науке, исторического научного метода, защищали они свою и митрополь, и свои деньги, и свою власть. И больше всего писали о том, что у них украли. Не о боге там, а больше то, что при разгроме и грабеже Токтамыша, что там украли митрополит, что там вынесли оттуда татары. Поэтому вся эта история подтверждает, особенно жизнь митрополита Киприана, что он был очень талантливый, сильный, мощный человек, но в различные эпохи он писал и жалобы ябеды на митрополита Алексея, и поддерживал Витовта, и Литву, и судим был за это в конце концов. В то же самое время привез в Москву Владимирскую икону Божией Матери, кстати, которая явилась, почему послужила, Тамерлан не взял Москву. Именно вот это как бы считают, что Тамерлан, Тамерлан бы от Москвы камня на камне вообще бы не осталось. История с Токтамышем, Токтамышу меньше бы показала, Москва бы больше пострадала. Но увидев во сне икону, он бежал, не обижал, а просто оставил, не пошел туда войной, побоявшись вот этого такого своего сонного видения. Кстати, об этом сне его и летописи самого Тамерлана, и летописи греческие упоминают. И многие различные источники говорят, что у него было какое-то некое духовное потрясение такое, которое его заставило плюнуть на Москву и уйти своими дальше делами заниматься. Можно пару раздумать? Да, да, конечно. Это было в 1395 году, Тамерлан дошел до Ильца, разгромил его, значит, ну и, конечно, вся Русь была в ужасном страхе, но вообще-то Василий Первый, хоть и был таким, ну, как бы, но тем не менее он собрал войско и двинул навстречу Тамерлану и стал лагерем на Оке. Ну, после этого Тамерлан развернулся, ну, как бы, историки тут рассуждают так, ну, несмотря вот на эти всякие сны, там, это самое, говорят, ну, вообще-то политического интереса брать Москву у Тамерлана не было. У него был тогда интерес разгромить окончательно Орду Тахтамыша, добить Тахтамыша, что он потом сделал. Ну, вот, поэтому это многоречивая, много противоречивая личность Киприана сыграла определенные очень серьезные исторические такие вот моменты в конце, получается, 14-го века. Это серьезнейший такая пласт российской истории, многолетний серьезнейший пласт, включающий Дмитрий Донского и Сергий Раджевский многочисленные вот эти события. Но, я думаю, что есть еще тысячи разных фактов исторических об этом, но все-таки, я думаю, самую главную мысль нам удалось схватить. Мне, мне само понравилось, потому что историки трактуют одни положительно к Киприанам, а одни отрицательно. Все очень сложно. Все очень сложно. Кроме того, будучи хитрым, а греки хитрые очень. И будучи при Филофее послом, апокресарием, он научился этой хитрости, и это, будем грубо скажем, хитрозадость, она проявляется все время. Выгодно ему, он вид, кто помогает, вид, выгодно Дмитрию Донскому. Единственное, знаете, что он сохранил, единственное, единственное, что он сохранил, он всегда был противником Орды. Никогда он с Ордой не вступал. Это согласен, да. Это да. А на всех остальных он писал жалобы. Кстати, он Орде был невыгоден и неудобен, поскольку у него была первая его хиротония как бы незаконная была, и он не мог в Орде выступать послом от Константинополя. Его, вот, а уже когда он потом вернулся, уже после второй вот этого утверждения своего, тогда он уже был как бы, ну, вроде как посол. Ну, ладно, спасибо большое. Всех еще раз с постом рождественским, с приближающимися праздниками, всяческих благ и здоровья. Очень интересно. Спасибо, Жене. Спасибо, Жене, спасибо. Всех доброго. Спасибо всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok